Добрый вечер. Сегодня мы обсуждаем картину Вадима Перельмана «Дом из песка и тумана». У нас в гостях режиссер, а теперь еще и актер, Дмитрий Астраханов. Здравствуйте, Дима. Здравствуйте. Ну, разговор, естественно, пойдет о том, как выходец из России и Советского Союза чувствует себя в Голливуде, поскольку картина Перельмана – один из немногих примеров такого большого, достаточно шумного успеха фильма, поставленного выходцем из Украины, которая тогда была частью Советского Союза. Вадим – человек своеобразной судьбы, жил и на Украине немножко в детстве, и потом в Европе, потом учился в Торонто, потом перебрался в США и сделал эту картину с подачи самого Стимина Спилберга, которому так понравился сценарий, что он ее запустил. Каково ваше ощущение, даже не столько по поводу этой картины, сколько по поводу этой карьеры? Во-первых, по поводу картины. Картина такая драматичная, картина такая очень авторская, она немножко выходящая из таких традиционных американских стандартов с точки зрения такого развлекательного кино. Она, как бы, такая нарочито, наоборот, замедленная, даже медленные планы, медленное немножко развитие действия, что вроде как идет все в противовес такому вот американскому привычному зрелищу. При этом вот этот момент комплекса иммигранта, который там есть, есть, как мы знаем, это столкновение, когда сталкиваются, вокруг это недвижимость этого дома, это выходцы с Востока из семьи, есть семья американцев, и вот они начинаются, этот конфликт из-за этого дома. И вот все вот эти переживания вот этих вот иммигрантов, вот все страхи, все нюансы вот этого незнания американской жизни, и, с одной стороны, они пользуются этим законом, с другой стороны, они его боятся. Там сложная вся эта палитра красок. В общем, я думаю, что, наверное, вот что-то связанное с личным знанием режиссера, я думаю, через все он это прошел, потому что эта ситуация, она понятна ему, думаю, как никому, попавшему в Америку и вот тоже имеющие все вот эти ощущения от страны. Знаете, у меня есть связи в отделе иммиграции. Людей у нас депортируют каждый день. Я много чего могу сделать. Так что не вынуждайте меня использовать свои связи. А как вы восприняли в Соединенные Штаты Америки, когда впервые там оказались? Я понимаю, это было связано с вашей картиной из Иди, насколько я помню. Вы, Миша, ее отправили на Туларайский фестиваль, чтобы я посмотрел там Том Ладе, и меня пригласили в Америку. Было вообще очень забавно, я вам так могу сказать, как это происходило. Мы уезжали, мы с Олегом Даниловым, сценаристом, улетали из России, что было в день путча. Вот просто был путч, на следующий день мы улетали. И когда никто вообще не понимал, что будет вообще, что тут творилось, кто-то из знакомых говорил, да вы не возвращайтесь, чего уж вы едьте там, я даже невольным, не буду спрашивать, а вот как там, в чем жены остаются, ну что-то творится непонятное. Кто-то говорит, через Болгарию выйдут. Знаете, вот такой вот, вот это вот, я помню эти три дня этих настроений. И вот я приехал в Тулурай, ты показывал кино. Да, объяснишь, Тулурай – это маленький городок. Маленький городок. В первых штатах Колорадо. Да, Колорадо Спринт. Это такой маленький городок, город, который сделали все время хиппи, а теперь там вокруг того города все земли скупили миллиардеры, и это маленький город, километр на, там, не знаю, на 500 метров шириной, там 40 кинотеатров, наверное, в нем, куча отелей, и каждую неделю какой-то фестиваль. Капчину Перельмана тоже показывали в Тулурай. Вот, вот. И тоже был большой шум. Вот, вот, и все это вот. И вот я приезжаю в Тулурай, показываю фильм. Человек 40 в зале, никого нет в зале. На второй день в зал не попасть, а там на третий день километровые очереди, просто километровые. Фестиваль лежит 4 дня. И там нету премий, а в конце просто они смотрят, где самая большая очередь. Там простой у них формул. И четвертый день, это день наградной. На четвертый день они оставляют картины, которые имели наибольший резонанс во время этих трех дней. И я получил приглашение показать фильм, сразу же там прилететь оттуда, показать, буквально через две недели, показать его у Лукаса на студии в Лукас-Арт. И я прилетаю в Лукас-Арт. Вот Лукас, я, значит, он невысокого роста такой, Лукас стоит, все, нас знакомят. Он уже видел фильм и говорит, вы собираетесь... Три вопроса мне задают. Он говорит, вы хотите эмигрировать? Я говорю, нет, не хочу. Он говорит, вы смотрите себе новый фильм? Я говорю, да, у меня есть идея, у меня была идея уже. Олег уже писал, ты у меня одна. Есть ли у вас деньги, мне задают этот вопрос. Я говорю, нет, есть. Я говорю, спасибо. То есть я на все три вопроса ответил, как, вот, есть. И на меня смотрели все эти американцы, чувствую, кто-либо идиот стоит перед ним. Это сумасшедший. Да, сумасшедший. И что не попросил? Но это было как-то очень забавно. Хотя потом они долгие годы, я получал поздравления все время с Лукас-Арт, и они все картины смотрели. Вообще попадание в Америку, это попадаешь в такую машину. Если ты пошла волна, я понимаю, когда вот, видно, с Перельманом это тоже было, когда он попал, ну, он уже был эмигрантом, и он уже, для него это была его жизнь. И он и строил свою карьеру там, и поэтому, я думаю, что, вот он, какой сейчас... К эмиграции переходил постепенно, поэтому он к тому времени уже прошел через Европу, прошел через Торонто, прошел... Да, 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 видите, нет, но важно одно, что есть картины. Он не сказал Лукасу, что... Не сказал, он спил, спил, потому что у него есть деньги. Он сказал, у меня есть проект, дайте деньги. Вы знаете, это вопрос вообще, знаете, философский. Какая жизнь, знаете, вот это, я ведь думаю, правильно, вот я снял там свои фильмы после этого, снял так, как хотел, как хотел снимать. Про Голливуд мне рассказывают все-таки все мои знакомые, говорят, одну вещь, что если от тебя осталось в твоем фильме 30% тебя в твоем фильме, то ты счастливый человек. Вообще такой продюсерский Голливуд, который такой он продюсерский, потому что люди, давая деньги, требуют принятия решения, сами хотят принимать решения. Это такой сложный вопрос, я думаю, что... Ты, на сколько снял фильмов? Три картины, да? Вот, он снял две картины полностью, и вот третья картина стоит в плане... То есть за больше, чем за 10 лет, за 13 лет почти три картины, да. Тяжелый путь для режиссера. Думаю, что он хотел, наверное, снять больше, подозреваю я. Вот, я остался и снял свои картины, и рад, что я их снимал здесь, и никогда не пожалел о том, что я принял какое-то вот такое решение. Но, не знаю, кто принимал решение в картине «Дом из песка и туманов», но фильм очень сильный, вернуться к картине, и он... Видно, что все-таки, видно, Пелеман как-то сумел где-то там убедить Спилберга, что... И он... Потому что он такой... Он его фильм. Он фильм... Это видно, что этот фильм... То есть, значит, тут доверие возникло продюсерам, режиссерам, тут счастливый случай, и он снял... Видно, что он снял вот так, как хотел. Это видно во всем. Это видно в неспешном монтаже, это видно в каком-то, как они играют, как подробно там простроены каждый вот эпизод, что нет никаких судорог. Знаете, как-то никто не пытался сделать побыстрее. Знаете, как-то... Ой, не будут смотреть, давайте мы ускорим это. Есть такой продюсерский страх, периодически возникает у некоторых продюсеров, я это замечал. Тут видно, что такая... Это все-таки вот режиссерская картина. И я не слышал, что была какая-то режиссерская версия этой картины. Значит, он был полностью удовлетворен этой работой тем, что он сделал. Пустите! Пустите меня! Думаете, можно вселиться сюда, да еще и денег заработать? Это мой дом. Я жила здесь. А ты украл этот дом у меня, сукин ты сын! Этот дом краденый! Он продает вам краденый дом! Тут надо просто понять эту атмосферу неспешности. Вот если ее... Понимаешь, что ты настроился на такой неторопливый, серьезный разговор о жизни, о чувстве вообще... О человеческом понимании другого человека, о неком неравнодушии. Вот такой... И этот разговор, он будет интересен для человека, который будет это смотреть. Это будет... Это вызовет точно эмоции интересные. Вот. Ну, для меня там самое интересное было вот именно как раз пересаживание из одной культуры в другую, как раз на и культуру взаимодействия. Когда вы сказали о медленном ритме, конечно, это ритм скорее восточного кино. Да. Вот. Хотя дело-то происходит на юге Соединенных Штатов. Вот. И вот этот вот такой замедленный ритм и сложные взаимоотношения, которые, в том числе и в самой семье у героев... Я думал, это еще был осознанный путь, потому что... Я могу сказать так... Сюжет, роман... Это все-таки роман. Роман. Это не драматургия. И когда роман, то есть многое в описании. И вот я думаю, что были свои тут сложности у них, когда они переносили. Я не читал роман, но я чувствую. Потому что, с точки зрения такого действенного развития интриги, не могу сказать, что самый закрученный сюжет. Он такой довольно спокойный вроде бы сюжет. Хотя там два параллельных сюжета, на самом деле, которые пересекаются. Ну, вот там вот этот драматизм, вот этой, в соответствии, ненависти взаимной, которая растет. И в то же время такая борьба, как остаться человеком, и в то же время не потерять человеческое лицо, но при этом добиться своего. Вот тут такое столкновение любой ценой. Это, говорит, о режиссуре. То есть там сделана атмосфера, сделано это настроение, сделана эта эмоция, которая вас как бы готовит, и вы в нее погружаете. Это сделано талантливо. Что интересно, он купил роман еще, будучи в Европе, будучи в Италии, и долго-долго-долго как бы готовился к тому, чтобы это сделать. А роман Андрея Дюбуа вызывал большой интерес у кинематографистов. Говорят, у него было более 50 предложений написать сценарий, и он выбрал в этом плане Перельмана. Видимо, у них было какое-то такое... Совпадение взгляда. Созвучие в подходе к проблеме. Вы надеялись запугать меня своим глупым полицейским? Так вот, вы зря надеялись. Я не дурак. Я не дурак. Стой. В моей стране вы бы даже не смели поднять на меня глаза. Вы ничто. Прошу. Скажите своему другу полицейскому, что его начальник знает все. Пожалуйста. Скажите ему, это наш дом. Пожалуйста. Наш дом. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста. Прошу тебя, Барани. Дима, а как картина была воспринята, в принципе, вот, картина Перельмана? Потому что я в нескольких ситуациях как бы смотрел, и, в общем, она довольно быстро стала культовой, что как-то не странно. То есть она сразу была воспринята в русле того, что это заметное произведение, при том, что оно действительно не совсем такое гривудское. Вот я думаю, что такое, знаете, попадание в тему. Вот эта вот тема, вот, на таком, на бытовом уровне национального конфликта. Вроде как и национальный конфликт, но не национальный. Вроде как конфликт за недвижимость. Но вот это поведение полицейского, который вдруг переводит всю эту ситуацию на такой... Не могу сказать, что это во всем для меня было мотивировано, но тем не менее. Это как бы можно даже искусственно сделать. Вдруг он начинает вести эту такую жесткую игру против этого восточного полковника. И проскальзывает момент национализма, и такого вот конфликта, все-таки, связанного с... Почти политического. Почти политического. И вдруг это выходит как бы на бытовой уровень. Этот момент, он может... Я думаю, что вот это как-то вот сработало. Это дало всему этому какой-то вот такой вот аспект. И весь этот финал такой вот... Не буду говорить какой. Не буду говорить какой. Но вот это выводило картину такую, знаете, как... Ну, как-то не по-американски драматично это было. Опустите ее! Положите ее! Положите ее! Не убивайте нас! Пожалуйста! Мы ничего не сделаем! Молчать всем! Стойте! Послушайте! В сторону! Лес, не надо. Назад. Что вы с ней сделали? Пелерман, поэтому я думаю, что тут все его... Вот весь его путь иммиграции такой... Ну, как вот вы говорите, такого сложного пути на Западе. Понимание. Ну, как тут все видно срослось. Не случайно. Он понимал этот персонаж очень хорошо. Он очень понимал. Он, еврей, пелерман с Украины. Очень хорошо понимал этого восточного полковника. Вот это очень... Вот это такой парадокс. Но это так. Потому что он понимал вот эту ситуацию комплекса. Вот эту ситуацию попадания в другую среду. Попадания, где ты должен что-то доказать. И этот нерв, вот эта боль, она там в этом кинцле засажена. Вот он туда ему... Как-то он этого артиста... Не бывает, что артисты все хорошо играют сами по себе. Так не бывает. Начнем, кто-то что-то говорил. А говорил им обычно режиссер. Ну, если один играет хорошо, можно сказать, вот один играет, все играет плохо. Ну, наверное, тогда один был талантливый, остальные... А если уже все играют хорошо, значит, всем режиссер что-то сказал. Вот он им всем что-то говорил там правильное. Поэтому они так все хорошо там и играют. Но я надеюсь, что зрители канала «Культура» тоже поймут это, на мой взгляд, выдающееся произведение. И спасибо вам, что вы помогли нам в этом понимании. Спасибо вам. Спасибо. Приятного просмотра всем картины. У нас в гостях был Дмитрий Астрахан, режиссер и актер. Мы говорили о картине Вадима Перельмана «Дом из песка и тумана». Одно из самых выдающихся произведений, сделанных в Голливуде, выходцам из бывшего Советского Союза и в данном конкретном случае из Украины. Желаю вам приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин